Так, ну и с Богом. Надеюсь, хоть сейчас не подведёшь. Залелась, отлично. Да, конечно, очень тяжело даётся этот путь в машине, но что ж пойдёт. Тут осталось уже километр на нашем месте. На зачинке. В общем, еду я, значит, в село Владимировка. Вот, купил я тут дом. Вот, и если навигатор не врёт, то он где-то рядом. Так, никого нет, всё, можно ехать. Да, вот оно, село Владимировка. Ура, я доехал. Наконец-то. Вот, наконец-то доехал. Конечно, мои машины, этот дом, этот дом, да. Этот путь очень тяжело даётся. Так, и где-то здесь, хозяин говорил, есть дом, и во дворе стоит ЮНЗ. СКЛ. Главное, его не прокукать. Вот он. Вот он, да? Да, вот он, этот дом. Так, ну и лучше. Так, ну и спасибо за службу. У вас, конечно, машина мне отслужила реально. Вот, 7 раз доглохла, и всё же доехала. В общем, друзья, расскажу вам такую предысторию. Сидел я, в общем, вчера в домике, вот, в кафе, в кофейне Узинки. Выбирал себе дома, вот. Всё же, Энкриг это хорошо, Америка и т.д. и т.п. Но всё же хочется простое, тихое тело, без вот этого всего шума. И нашёл я дом, или Владимировка, за 30 тысяч. Друзья, ну давайте ж посмотрим, что это такое за дом за 30 тысяч. Так, у нас есть трактор. ЮНЗ КЛ-6. 6 КЛ, вернее. Будка для собаки. Только собаки здесь почему-то не видать, а? Вот, у нас есть велосипед. Ванная, да? Да, ванная есть. Гараж. Собственно говоря. Так, сарай у нас здесь есть. Тут у нас инструменты всякие, вилы. Ну, короче, тут у нас по мелочи. Так, ботинки. Здесь у нас летняя кухня. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас гава. На зиму заготовленная. И наше поле. Поле 28. Так, и вот она наша собака, да? Как хорошо, что эта собака относится к чужим людям добром. Потому что я был недавно в ещё одном сельском хозяйстве. В Малиновке. Там я тоже купил дом. И там была собака. Хозяин этого дома говорил, что нет, собака не бросается на людей. Она добрая среди них. Но в итоге укусила меня за ногу, так скажем. Так. Дальше у нас здесь дом. Так, дальше мы пройти не можем. Закрыто, наверное, или забюрокидировано, не знаю. Так, здесь мы можем поспать. Здесь у нас гардероб. Да, извиняюсь, голос немножко тер. Так, здесь мы можем пообедать. Здесь у нас картина Монолиза. Ну, в общем, уютненько. Достаточно уютно. Здесь у нас летний дуж. После работы принимаем. Здесь у нас курятник. Ну, в общем, друзья, что уютненько, когда свои 30 тысяч долларов. Так, здесь у нас подвал. Тут у нас что? Тоже такой мини-огородик, да? Помидоры это или морковка, или что? Или картошка. Что-то непонятное. Так, здесь у нас колонка, чтобы качать воду. Так, ну, это мой дом, да? Это мой. Здравствуйте. Да, и вам всего хорошего, всего доброго. В общем, приходил этот человек с сельсовета, говорил, вы хозяин данного дома, говорю, да? Вечером сказал подъехать к нему, оформить какие-то документы. Хорошо. Без проблем. Так, ну, по двору вроде бы, как бы, я всё, да? В трактор хоть мы можем сесть? Можем, а зависть ты? Лучше себе, ну... Аппарат хороший, друзья, плюс, плюс, плюс и плуг у нас трёхкорпусный. ПЛН-335. Ну, чё так. Так, и, друзья, давайте поехали на базу. Вот, всё же, самая ценная эта база, ведь продавец продавал дом за 30 тысяч и базу тракторную за 50. Поэтому давайте поедем посмотрим, что же это за базу тракторную машину, я думаю, продать, что ли, здесь? Машина хорошая, но, к сожалению, она что-то с ним не то. Вот, кстати, расстояние от Элленкейка до Владимировки 1700 километров. 1700 километров, представляете? На какой-то машине. Просто шок. Так, что там? Насколько я помню, по навигатору как-то мне показывало, что через ту школу, что ли. Так, ну поехали. Так, извиняйся, так, карта прогружается. Так, и нам не сюда. Так, нам приятно, насколько я помню. Так, здесь у нас какое-то производство. Хорошо. Так, вот она, тракторная бригада. Что там? Так, это понятно, что это шлагбау. Так, автомастерская у нас здесь присутствует. Так, давайте машину куда-то сюда, наверное, поставим. Так, хорошо, наша машина стоит. И вот она техника. Вот, хозяин говорит, что есть на базе техника. Вот она. Нива СК-5. Пятиметровая жатка. Хороший аппарат, комбайн, еще с Советского Союза. Кстати, для информации, данные комбайны до сих пор ездят. До сих пор работают на сегодняшний день на полях. Культиватор. У нас есть. Далее, гусеничный трактор Т-150. Тоже хороший аппарат. Газончик. Газ-53. К нему же прицеп. И еще один прицеп. Ну и плюс у нас там ЮНЗ стоит на базе. То есть дома. Друзья, ну неплохой так автопарк. Что у нас, друзья, по полям? По полям у нас, значит, второе поле, оно 10 гектар. И на этом втором поле у нас растет пшеница. Друзья. Хорошо. Будем работать. Вот. Как видите, у меня на счету 3,5 тысячи. Я денег особо так не брал. Так как... Зачем здесь десятки тысяч? Так, давайте попробуем завести Ниву. Работает. Так, друзья, работает. У нас комбайн работает. Так, ну и что? Я предлагаю поехать, что ли, на второе поле. Так, скажем, проехаться. Не, друзья, смешите. Вот, это реальный аппарат. Так, ну-ка, поехали. Так, здесь у нас заправочная станция, да, я так понимаю. Так, здесь у нас фермерский магазин. Обменяет старый на новый. А что, так можно? Ну, у нас, к сожалению, пока что наша техника устраивает. Вернее, не к сожалению. Вот, нас пока наша техника устраивает. Так, давайте посмотрим, где наше второе поле там находится. Окей, значит, сейчас, да, лево нам надо будет повернуть. Так, друзья, ну вот, мы не будем здесь работать с вами. Птички поют. Красота, друзья, красота. Ещё и такой комбайн, да вы что? Так, дальше там у нас куда? Дальше нам надо направо. Нет, друзья, слушайте, реально техника хорошая. Вот, местность тоже. Всё, остаёмся. Вот, вот только будет, друзья, проблема, как ездить в... ...в Владимировке на Энкриг. Всё же, полторы тысячи километров. Ну, знаете, такое себе. Так, и вот оно, наше поле. Ух, доехали. Да, вот оно, наше поле. Здесь я гектар. Слушайте, друзья, мне так-то... Красота. Вот, полная красота. И мы это поле буквально сейчас будем начинать убирать. Так, извиняюсь, что немножко проседает ППС. Это проблема оптимизации самой карты. Так, давайте мы переместимся... ...в газончик. Кстати, а что это, звук? А? Вы слышите? Получить. Да ладно! Вы нашли старый розовик. Отведите его на металлолом. Плюс пять тысяч. Да ладно! Здравствуйте. Да ладно, друзья. К ходу получили восемь пятьсот. Пять тысяч с ходу. Круто. Так, давайте мы... Так, дверку пока мы закрываем. Так, подцепляем. Давайте подцепим мы с вами... ...прицеп. Вот, и поедем в комбайн. Так сказать, приготовим. Всё, к уборочной. Поехали. Друзья, слушайте. Сколько я уже не работал в такой технике? Наверное, год-два. Опыт не пропьёшь, как говорится. Вот, и не забыл, как ещё управлять аппаратом таким. Да, за газоном, конечно, я очень давно не ездил. Да, где-то два года, друзья, реально. Вот, где-то два года я за этим газоном не ездил. Слушайте, друзья. Непривычки, конечно, да. Аппарат, конечно, солидный. Солидный, конечно, аппарат. Вот что значит отвык от старой советской техники. Так, мне ещё надо не забыть, что бумаги на вечер он будет подписать. Так, друзья, ну вот мы и приехали. Собственно говоря. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами по сезонам. По сезонам давайте посмотрим, что у нас. Вот. Когда мы вообще можем убирать пшеницу? Вот, а пшеницу мы можем убирать. Сегодня у нас август, последний день. И у нас последний день уборочной пшеницы. Да. То есть за сегодня нам надо убрать 10 гектаров. Далее, с завтрашнего дня и до ноября, то есть с сентября и до ноября, мы можем с вами сеять пшеницу. Март мы можем с вами сеять ячмель и пшеницу. А в августе канул. Так, ну вот здесь сезон. Кстати, друзья, добавился у нас горох и гречиха. То есть гречка. Что может не рада. Прекрасно, друзья. Вот плюс у нас, друзья, относительно дешевые поля. Смотрите. 62 гектара, 600 тысяч. 100 гектар, 1 миллион. Ну и соседние поля тут 226 тысяч, да, 79. 50 тысяч, 46. Я уже молчу про эти маленькие поля. Мы их тоже можем покупать. Соседские поля. Вот эти самые поля. 2 тысячи, 2200, 432. Вообще евро. Это евро. Вот. Также мы можем покупать с вами луга. Луга тоже относительно дешевая. Вот, например, участок номер 95, 7759. Это лук. Вот. Самый большой лук. Это у нас вот 83-й участок. 72 гектара. Стоит он 72 тысяч. Ну, друзья, ну, в принципе, есть куда стремиться. Вот. Главное, чтобы оптимизацию карты сделали. И было всё ок. Вот. Так как немножко отойдём от нашего сюжета. Вот. Так как на моей 3060 FPS якобы 60, но он проседает. Не понятно почему. Так. Ну, что ж. Ладно. Давайте, друзья, мы с вами возьмём машину, да и проедемся. У нас, в принципе, только 20 минут идёт видео. Вот. Возьмём машину, да и проедемся по бригаде. Да, видели? 30 FPS. Так. Пройдёмся, вернее. Здесь у нас, друзья, весовая. У нас две весовые, да. Одна и вторая весовая. Здесь у нас... очистка зерна протравитель, друзья. Вот. Кстати, мне якобы сказал продавец, что... Мне сказал продавец, что здесь, поскольку, я помню, нет элеватора. Вот. Так что можно хранить зерно на протравителе зерна. Я не сказал пенят. Вот. Так, дальше у нас здесь... Здесь мы можем складывать, я так подозреваю, поддоны, да. Так, здесь можем выражать поддоны. Здесь что мы можем? Здесь мы можем вполне хранить зерно, друзья. То есть, высыпать сюда урожай. Вполне можно. Так, здесь мы можем технику с вами цивилизованно ее здесь хранить. Так, здесь мы тоже можем. Так, друзья, слушайте, ну пока мне все нравится. Вот, пока я не прид... Даже слов нет. Придраться не к чему. Так, поехали, проедемся, друзья, с вами по... Вот. Надеюсь, моя Лада... Хотя-то не остановится посреди дороги. Вот. Лада и так уже полторы тысячи километров проехала своим ходом. Я даже еще вещи не успел с багажника разгрузить. Ух ты! Вот это дрифт был. Так, ну на такой машине только дрифтить остается, да? Так, давайте мы сюда припаркуемся. Посмотрим, что это у нас на производство такое. Так, соответственно, машину заглушила. Вот, посмотрим, что это за производство. И терновая мельница 24 тысячи. Друзья, относительно дешево для такой терновой мельницы. Так, угу. Вот, относительно, как я сказал, дешево уже для производства. Так, мне бы познакомиться с местными жителями, на самом деле. Поехали дальше. Едание. Да, друзья, кстати, насколько я понял, это русско-украинская карта. Наверное. Закрыто. Так, чтобы никого там не задавить. Так, хорошо. Сюда мы будем приходить кушать. Так, здесь у нас, я так понимаю, школа, да? Да, школа. Я так понимаю, это чисто украинская карта. Ну, ладно. Вот, на самом деле, друзья, без разницы, какая карта. Главное, чтобы работа здесь была. И интересно было. Так, ну, а я, друзья, наверное, поеду сейчас домой. Как бы, надо вещи ещё разложить с машины. Машину припарковать. Вот, уже, коль мы здесь будем работать, надо аж разложиться, почувствовать себя как дома. Что, что, что? Продаю участок 10. А, продаю участок 10 соток. Так, друзья, мы машину пока не будем собирать. Так, участок 10 соток, да? Это мы сейчас где? 432, слушайте, друзья, неплохая цена. Ну, я думаю, мы в первый же день не будем этот участок брать. Не, конечно, я не против сюда какие-то, да, производства или что-то такое поставить. Тем более, у нас здесь и поле даже есть, друзья. То есть, мы можем это благополучно сделать, типа наш мини-огородик, да? Слушайте, прикольно. Прикольная идейка. Так, ну, а нам, друзья, пора домой. Вот, домой и в поле. Вот, сейчас я пообедаю. Там у нас, насколько я понимаю, какое-то озеро сельское, да? Так, вот наш дом. Давайте заедем. Так, давайте так заедем, чтобы трактор как бы не задеть вот так поближе сюда. Да. Всё, друзья, я пошёл раскладывать вещи. Вот. И... Ко мне. Надо, кстати, будет тебе имя придумать. Друзья, напишите в комментариях, как назвать собаку. Так, ну, в принципе, гардеробная. Всё есть, так что... Всё, я, друзья, пошёл сейчас раскладывать вещи. Встретимся с вами в следующей серии или же на стриме. Будем работать, друзья, будем здесь работать. Кстати, есть... Кстати, есть уличный туалет. Хотел сказать, летний туалет. Вот. На этом, друзья, я буду прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!